Земля плавится, испаряется. Этой огромной температуры, этого давления, достаточно для того, чтобы расплавить огромное количество породы. Если эта расплавленная порода быстро остывает, она может превращаться в стекло. А вот, к примеру, эти куски стекла. Они называются тектиты. Их отбросило в результате удара на сотни и даже тысячи километров от кратера. Но это стекло имеет совершенно иной вид, форму, размер по сравнению с имеющимся здесь стеклом пустыни. Кёберл – всемирно известный специалист по метеоритам. И хотя стекло пустыни совершенно не похоже на обычное метеоритное стекло, он убежден, что стекло Сахары образовал метеорит. Он надеется найти решающие доказательства падения огромного метеорита в пустыне. Им предстоит проехать еще один день, прежде чем они начнут искать стекло или любой другой признак того, что произошло. Сейчас они в самом сердце огромного песчаного моря. Это одно из самых сухих и негостеприимных мест на Земле. Жить здесь невозможно. Дождей здесь не бывает от 10 до 20 лет. Даже для Сахары это экстремальные условия. Мы здесь, а стекло в этом районе. Мы разобьем лагерь приблизительно вот здесь. Прямо в центре наибольшей концентрации крупных кусков стекла. Летом температура может превышать 50 градусов по Цельсию. Здесь нет ни дорог, ни троп. Огромные песчаные дюны тянутся на сотни километров на север и на юг. Каждая дюна – испытание. И на мягком песке машины без опытных водителей могли бы легко перевернуться. Наконец, они приближаются к району, где можно начинать поиски. Одна из тайн, связанных со стеклом, состоит в том, что оно разбросано на площади размером с Девон. Мне это место кажется марсианским. Вряд ли на земле есть столь же одинокое, покинутое место. Я в таком месте точно не был. Песок отнюдь не усеян стеклом, но его куски можно найти между дюнами. Я видел фотографии стекла раньше, но теперь я впервые подобрал кусок, посмотрел сквозь него на солнце, и испытал удивительное чувство. Никто не знает, сколько стекла в пустыне. Предположительно, от сотен до тысяч тонн. Вот кусок. Вот очень красивый. Еще один. Сколько здесь стекла? Его даже не нужно искать. Какие красивые куски. Вот кусок. И вот еще один. Большинство кусков стекла, лежащих на поверхности, небольшие и круглые, отшлифованные песком и ветром. Другие куски, покрытые песком, намного крупнее и грубее. Этот кусок весь выбоиных и тусклый, потому что лежал под землей. Была видна лишь небольшая, ровная, блестящая часть. Все остальное находилось под песком сотни или даже тысячи лет. Всегда можно обнаружить новые куски стекла. По мере того, как ветер постоянно передвигает огромные песчаные дюны, приблизительно по 10 метров за год. Каждый раз, приходя сюда, ты находишь другой кусок. Под дюнами точно есть стекло. Там, конечно, есть стекло. И поскольку дюны движутся, обнаруживается больше стекла. Это очень красивое место. Хотя здесь нет явных признаков падения метеорита, барракат считает, что их можно обнаружить не в стекле, а в камнях. Во время предыдущей поездки он нашел необычный черный камень. Я нашел его совершенно случайно. Я искал стекло, а нашел этот странный блестящий черный камень. Он показался мне непохожим на другие. Я отвез его в Каир и исследовал. Анализ показал, что крошечные блестящие частички в камне – алмазы. Подобные алмазы находили повсюду, где падали метеориты. Они возникали вследствие высокой температуры и давления во время удара. Сейчас барракат ищет новые свидетельства падения метеорита в этом районе. Большой метеорит, ударяясь о землю, оставляет немало важных улик. Под микроскопом обычно отчетливо видны крошечные частички кварца, из которых большей частью состоит песчаник. Но барракат и другие ученые нашли образцы, в которых некоторые частички кварца имеют линии вследствие ударных волн во время удара. Судя по всему, это еще одно подтверждение падения метеорита здесь, в Сахаре. Но оно никак не объясняет, почему это стекло так не похоже на другое метеоритное стекло. Члены группы не склонны придавать слишком большое значение этому свидетельству. Конечно, любопытно, что имеется подвергшееся действию ударной волны кварц. Но стекло разбросано на площади в сотни квадратных километров. А этот видоизмененный кварц обнаружен только в одном месте. Да. Я не уверен, что мы точно знаем, где именно находится такой кварц. были исследованы лишь несколько мест. Требуется подтверждение. Но Кёбрл считает, что сделал открытие, которое не оставляет сомнения в происхождении стекла. Большая часть стекла полностью прозрачна, но несколько кусков нет. Вот белое, вот черное. В одном куске. Куски стекла с черными полосами – ключ к открытию Кёбрла. Чтобы узнать, что именно оказалось в стекле, Кёбрл исследовал этот кусок в своей лаборатории в Вене. Он подверг черной части стекла бомбардировке нейтронами и после нескольких недель анализа обнаружил следы весьма редкого элемента – иридия. Вот что указывает на наличие иридия. Это то, что мы не ожидали найти в камнях на поверхности Земли, но это характерно для метеоритов. То есть мы получили отличное доказательство того, что метеорит действительно упал, и что это сказалось на структуре стекла во время его образования. Обнаружение иридия – веское, но нерешающее свидетельство падения метеорита. Поиски длились более года, и Кёберл нашел еще один редкий элемент – осмий. Результаты абсолютно поразительные. Мы видим, что количество осмий в полтора раза выше, чем в любом другом месте на поверхности Земли. И, что еще более важно, пропорция изотопов осмий существенно отличается от характеристик камней на поверхности Земли. Это явление явно внеземного характера. То есть стекло в пустыне образовалось, когда на Землю, на песок упал метеорит. Теперь мы знаем, что за всем этим стоит удар о Землю метеорита. Кёберл не до конца убежден, что метеорит причастен к образованию стекла. Есть одна явная проблема, связанная с теорией метеорита. Возможно, наиболее существенная из всех. После удара метеорита о Землю остается кратер. Там, где разбросано стекло, не видно ни малейшего признака кратера. Впрочем, Кёберл не считает отсутствия кратера проблемой. У него есть простой ответ. Думаю, мы имеем дело со структурой, которая подверглась очень сильной эрозии. Свежий кратер выглядит примерно так. И он заполнен обломками породы, расплавившимися камнями и так далее. Но со временем все это исчезает. А то, что осталось, этот центральный район, чрезвычайно трудно обнаружить.